Ребята, мы продолжаем брать интервью на Hack Day от ePama. С вами Чернобаев Николай, и сейчас мы возьмем интервью у Антона. Антон, привет. Да, привет. Представься, пожалуйста, с фамилией просто, чтобы у ребят не было. Меня зовут Антон Чесноков. На данный момент я фронт-энд разработчик компании ePama Systems. Занимаюсь интерфейсами внутри компании. Здорово. Давай немножко расскажи, вот мы просто с тобой за кулисами пообщались, у тебя еще был стартап свой. Можете немного рассказать о предыстории, просто как ты пришел к фронт-энду и чем же сейчас занимаешься? Да, конечно, расскажу. Был у меня стартап в области когнитивной психологии, развивали когнитивные функции. Назывался он Boost Brain. Мы делали мини-игры, которые тренируют память, скорость мышления. Слушай, а такие же стартапы и сейчас есть? Какие-то живые даже, да, похожие? Да, есть. Даже наш стартап, моего по итогу продали, но он до сих пор живой. Можно зайти посмотреть. Как он называется? Boost Brain. Прокачка мозга. Это некий аналог Lumosity с дополнительными фичами в виде рекомендаций каких-то игр и прочего. До этого я занимался вообще полным стэком всю жизнь. Достаточно долго программировал на Python. Но так как вопам не было Python, поэтому я пошел во фронт-энд. На JS, да? Да, пошел на JS. Понял. Слушай, и сейчас полностью только JS, и тебе по кайфу ничем другим пока не хватает. Да, работы много, работы достаточно. На остальные проекты пока что нету сильно ни времени, ни особого желания. Плюсом нужна команда. Ну, имею в виду, как язык тебя JS сейчас полностью устраивает на другой банк Python. Да, вполне. Но я же занимался полным стэком. Мне приходилось делать и на JS, и с плазмом данных везде. Поэтому это не было сильно новым для меня. Понял. Слушай, и давай немножко поговорим о технологиях. Вот как ты считаешь, куда сейчас идет развитие в JS именно? Сам какими пользуешься инструментами, фреймворками? Вот ты, допустим, випами. Какой у тебя стэк технологий? В випами, в нашем проекте на данный момент нету толком никаких фреймворков. Мы сделали там сами какую-то архитектуру и пишем в основном на JavaScript. То есть мы используем Underscore для каких-то вещей функциональной программирования. В основном это обычно чисто JavaScript. То есть вы решили от фреймворков немного отдалиться, да? Это как было? Просто пошло так, что вы сначала написали, а потом уже увидели, что есть интересные фреймворки? Честно, я не скажу. Я пришел уже в середине проекта. Да, это было какое-то архитектурное решение, изначальную теорию которого я не знаю. Понял. Слушай, а вот твое мнение вообще ребятам. Понятное дело, что, естественно, надо Vanilla.js учить всем и так далее. Но, может быть, тебе самому какие-то интересные проекты сейчас нравятся в плане фреймворков или инструментов, которые бы ты мог порекомендовать, которые бы ты сам с удовольствием изучил бы? Я считаю... Потому что они смотрят много фронтенчиков, да? Я считаю, что Facebook, всю индустрию двигает вперед сейчас с их реактом. У меня большие перспективы. А Angular 2? Ну, это неплохо. Есть своя аудитория. Angular проще найти разработчика. Пока что еще, правда, с выходом 2-го в сотни сильно поменялось. Но, тем не менее, Angular любит заказчики, потому что они считают, на нем можно быстро и недорого сделать. Но двигает индустрию все-таки Facebook со своим реактором. У меня Angular почему-то немножко с Bootstrap тоже ассоциируется. Как вот в параллели, если взять, что Bootstrap тоже не без заказчика. Это именно из фреймворков совсем этих CSS. То есть Foundation немножко его позабыли, а вот Bootstrap раскручен. Вот Angular, кажется, похоже. Ну, да, подобная история. Вообще, считаю, что перспективы за виртуальную реальность. Надеялся сегодня увидеть много проектов, но, к сожалению, только один. Потому что сейчас уже то время, когда очки там стоят 4-5 тысячи рублей, можно купить нормальные, хорошие очки. Через год они будут стоить 2 тысячи рублей, дешевле будут там у каждого пятого. Мне кажется, нужно двигаться туда. За этим большие перспективы. Понравились проекты, интересно, что ты заметил? Ну, свой стикер отдал я проект с виртуальной реальностью, потому что я верю в перспективы только за это. Что запомнилось ещё? Запомнились ребята, которые хотят делать графики на основе чужих данных, не отдавать уже готовые фреймы. Запомнился человек со шлемом Daft Punk'а. И запомнился Instagram в консоли. Ага, здорово. Из фановых проектов. Слушайте, что думаешь, вот Instagram в консоли? Мне кажется, айтишники пока вот не так любят Instagram, как, в принципе, масса других людей, да, то есть не так много сидит айтишник, как могло бы сидеть. И как думаешь, вот Instagram в консоли, чем он зацеплен? Ну, это просто фановый проект, не более. Я не думаю, что они сделают из этого что-то крупное, но своя аудитория может найти. Может быть, действительно, после этого больше айтишников будет приходить в Instagram? Может быть, да. Как минимум, Instagram в консоли. Ага, слушай, ну, твой последний вопрос. Как будешь оценивать вообще, по каким критериям проекты в конце дня? Ну, я буду смотреть, что вообще люди делали, не допускали ли они типичные ошибки на хакатонах, потому что я слышал, тут некоторые хотят там полноценные орокловые базы поднимать, делать зачем-то авторизации и так далее. Как усложняют очень сильно. Да, они пытаются там, наверняка, часть людей накрутят каких-нибудь анимаций, хотя у них всего есть 24 часа, им нужно по максимуму сделать какую-нибудь фичу, за которую можно зацепиться. Слушай, вот это круто. Можешь сказать, такие вот топ-ошибок, которые, на твой взгляд, вот первый, как я понял, усложнять, главная ошибка, что ребята начинают усложнять? Да, вот какие еще вот... Еще во фронт-энде сейчас есть проблема, что огромная экосистема, и начинаются споры, а что мы будем использовать, а какой подход. Все это неважно, когда у тебя есть всего лишь сутки на прототип. Это всего лишь прототип, и дальше вы можете все переделать. Просто такой толчок, старт, чтобы посмотреть, вообще нужно ли это хотя бы кому-нибудь. В общем, в принципе, это, можно даже сказать, не ошибки, а совет. Первое, не усложняйте. Второе, выберите одну фичу и сделайте ее классно, чтобы она работала, да? Просто сделайте классно, да. Чтобы была видна основная мысль, основная идея проекта. Ага, супер, супер, спасибо тебе большое. Спасибо. Всем пока.